Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим простейший проект визуализации HMM среди TIA Portal. В проекте имеется два экрана, переключение которых будет осуществляться с помощью кнопок. Первым шагом создания проекта будет являться установка контроллера в проект. Вставим новый контроллер. Выберем контроллеры. Выберем модель 101214DCDC. Нам необходима версия контроллера 4.0. Настроим проект на симуляцию в онлайн режиме. Откроем свойства. Откроем вкладку Protection и поставим галочку Поддерживается симуляция. Вторым шагом создания проекта HMM будет являться создание HMM проекта в автоматическом режиме. Проект HMM. Для этого введем устройство HMM 4-дюймовый дисплей KTP Basic. Создание HMM проекта производится автоматически. Для начала надо выбрать первым пунктом сеть контроллеров, с которым будет сотрудничать устройство HMM. Все остальные пункты меню можно пропустить. При желании можно добавить дополнительное окно скрина или системное окно скрина. Дополнительную кнопку специального назначения. Но если мы эти кнопки не используем, то нажмите кнопку Reset и нажмите кнопку Finish. Таким образом наш проект HMM создан и теперь можно вставлять объекты и производить настройки. Следующим этапом создания проекта будет установка объекта визуализации на экран и присвоение ему действий, событий, events. По условиям задания мы введем кнопки, с помощью которых можем переключать экраны. Мы введем свою кнопочку с текстом Screen 0. Отформатируем кнопку. Увеличим размер. Изменим свойства. General. Внешний вид. Заливка. Пускай этот цвет будет синим. Формат текста выполнен белым. Присвоим этой кнопочке действия, events. Пускай это будет клик. Вставим функцию. Функция будет касаться переключения экранов. Это будет функция Screen. Выберем активный скрин. Введем скрин, который мы хотим вызвать по нажатию, по клику на эту кнопочку. Пускай это будет Screen 0, следующий экран. На экран Screen 0 необходимо установить кнопку с текстом Screen ROT. И присвоить этой кнопке свойства вызова другого экрана. Открываем экран Screen 0 и вставляем сюда другую кнопочку. Также форматируем название кнопочки Screen ROT. Присвоим этой кнопочке действия events по клику мышки. Это функция активный скрин. При нажатии на эту кнопочку будет включаться ROT Screen. После окончания создания проекта, проект необходимо загрузить и в контроллер, и в HMine устройство. Включите симуляцию HMine проекта и проверьте ее работоспособность. Теперь можно проверить, как работает наша HMine панель, нажав, выделив HMine проект и нажав кнопочку старт симуляции. Нажимаем на кнопочку, итак у нас на экране ROT Screen. Нажимаем на кнопочку Screen 0, вызываем Screen 0. Нажимаем на кнопочку ROT Screen и вызываем тем самым другой экран. Таким образом, проект выполнен. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова